На заре 90-х предпринимателем себя мог считать любой челнок. Каждый мог поехать на черкезовский рынок и в клетчатые сумки привезти заморские товары с оригинальными лейблами. Сейчас же настоящий предприниматель не живет по принципу «купи-продай». Сейчас это человек, который не боится бросать вызов судьбе и менять свою жизнь. Это человек, который всецело отдан делу. Час назад награды нашли своих героев о лучших предпринимателях года. Антон Никитин. Меньше чем за год в Ульяновской области зарегистрировано более 6 тысяч новых предприятий малого и среднего бизнеса. А это около 14 тысяч новых рабочих мест. Если сравнивать с показателем прошлого года за такой же период, то это на 17,5% больше. Среди новичков и фирма АВП «Ротанг» – производители мебели из этого дерева. Самое страшное как раз было незнание технологии плетения. Плюс продажи, все-таки это специфические продукты на этом рынке. И постепенно участие в различных выставках, в ТВ-проектах. И дальше по накатам мы развивались. В последние годы развитие предпринимательства числится в списке приоритетных задач, которые обозначил президент страны. И в нашем регионе также решаются вопросы по популяризации и поддержке предпринимательства. Яркий пример – ежегодная премия «Предприниматель года». Вы знаете, это спасибо от государственной власти Ульяновской области, тем людям, которые вкладывают в нашу экономику ежедневно, вкладывают не просто средства, силы и свою душу. И «Предприниматель года» – это та как раз церемония вручения этих наград, которые говорит и формализует наше спасибо в некую осязательную форму. В этом году лучшим признали предприятие с богатой историей. Индзинский деревообрабатывающий завод. Ему уже 112 лет. Пережил он многое. Две мировые и одну гражданскую войны, революцию, переход на рельсы рыночной экономики. Да, наше новшество. В 2017 году мы освоили производство новых видов продукции. Вышли уже с существующей продукцией на новые рынки, на такие сложные рынки, как Япония. Скажем так, 2017 год был богат на начинания. Я смею надеяться, эти начинания принесут плоды уже в 2018. Всего наградили 19 руководителей разных предприятий. Среди них и Ольга Егирская. Раньше она вела программу о ремонте, о том, как сделать свой дом максимально комфортным и уютным. Тогда же родилась идея открыть свое дело. Так появилась маленькая витражная мастерская, где она сама выполняла первые заказы. Потом добавилось еще одно направление – изготовление ажурных декоров для интерьеров. Дело растет, развивается. А секрет успеха Ольги прост. Самое главное – верить, что все получится и много работать. Мне кажется, что можно любую идею реализовать, если достаточно усилий к этому приложить. Под лежачий камень вода не течет. Антон Никитин, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск.